Всем привет, меня зовут Иван Лучков, сегодня мы говорим про боль, про боль, которую доставляют нам современные компании. В году не так уж и много смартфонов выходит, которые ждешь по-настоящему, вот прям по-настоящему ждешь. Я говорю про самые дорогие флагманы смартфоны, которые показывают, чем будет жить следующий год мобильной индустрии. Если говорить про такие смартфоны, их существует всего-то, ну, наверное, штучки три, да? Это Galaxy, это iPhone и Google Pixel. Да, компании Google удалось очень быстро заскочить в этот уходящий поезд хайпа, потому что по-настоящему популярные устройства, и компании нарабатывали свою популярность и востребованность долгие-долгие годы. И здесь компания Google всего лишь там три года назад заскочила, скажем так, на этот уходящий поезд, и прям встала вровень и с Apple, и с Samsung, и с другими компаниями, по крайней мере, среди, скажем так, продвинутой аудитории, среди гиков. Вспомните сами, когда вышел первый Google Pixel, начался хайп, ну и про него начали писать обзоры, его люди начали покупать и так далее и тому подобное. В прошлом году компания Google презентовала Google Pixel 2 и Google Pixel 2 XL. За несколько месяцев до этого были, естественно, сливы, какие-то анонсы, и мы смотрели на фотографии, на рендер этого смартфона и думали, господи, как можно сделать такое уродство? Реально уродство. И тогда еще люди говорили, мол, ну подожди, что ты кипишишь заранее, это всего лишь фотографии, нельзя судить по этим фоткам. Но да, смартфон такой и вышел, он таким и получился, и просто благодаря его каким-то положительным плюсам, сторонам и каким-то вещам, да, мы просто привыкли. Мы свыклись к тому, что это смартфон все-таки от компании Google на чистом Android, это смартфон с великолепной камерой, но внешний вид этого смартфона все-таки до сих пор меня держит в ступоре. Я смотрю, что на обычный Pixel 2, что на Pixel 2 XL, это два фрика, это два страшных смартфона. И это еще не все, посмотрите на это, это фотографии Google Pixel 3 XL, у меня даже нет сомнений в том, что это действительно он. Это просто какая-то дичайшая смесь жирного уродского подбородка с Pixel 2 XL и моноброви какого-то самого ужасного и страшного китайского смартфона. Кстати, на этой фотографии даже слиты технические характеристики, частично, в принципе, нет ничего удивительного. Самый обыкновенный смартфон, 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта постоянной памяти, какой-нибудь будет новый процессор Snapdragon, все. И так понятно, прокачают еще больше камеру, будет свежий Android 9-го поколения, все красиво, все счастливы. Но как в 2018 году компания, которая обладает колоссальными финансовыми средствами, может пороть вот такую херню? Как можно сделать настолько страшный смартфон? Он просто отвратительный. То есть у меня полное непонимание, что происходит в недрах крупных корпораций, когда они делают подобные решения. Неужели там нет человека, у которого есть хоть какая-то капелька вкуса? Я не хочу там сейчас показаться каким-то расистом, но все мы знаем прекрасно, что компании Google по факту руководят индусы. Может, вот это как бы следствие такого внешнего вида? Ну это, кстати, компания Samsung когда-то тоже болела такой вот болезнью. До выхода Samsung Galaxy S6 с дизайном смартфонов крупной корейской компании творился полный кавардак. Пока не поменялось полностью руководство, пока не наняли там женщину на роль управляющего там человека. И они сделали действительно красивый дизайн. Пришла женщина, сказала так, у нас слишком много страшных смартфонов, урезаем нахрен всю линейку, оставляем только такие вот какие-то обычные модели, да, и делаем у них классный дизайн. И у них получилось, они сделали Galaxy S6, Galaxy S7, S8 и дальше мы видим действительно красивые смартфоны. Компания Google пришла на этот рынок, когда он уже сформировался, когда были красивые решения, когда был красивый дизайн. Все равно по какой-то причине они делают абсолютно фриковские устройства, абсолютно фриковские устройства, они некрасивые. То есть понятное дело, это смартфоны, которые нравятся гикам, потому что все-таки это смартфон, который вышел из-под крыла самой компании Google, с чистым Android и с тем видением, как вообще должен выглядеть настоящий Android. И этот смартфон заходит людям, которые любят фотокамеры, потому что он действительно очень круто фотографирует. Хотя я знаю очень много людей, которые являются гиками и которых фотография абсолютно не интересует. Они купили себе Google Pixel 2 XL и спустя 3-4 месяца просто ушли с него, потому что нет уже тех зацепок, которые бы держали человека. Ну чисто Android, ну окей, он есть там в OnePlus и так дальше. Камера человека не интересует, все, якорь потерян, уже не за что цепляться. Внешний вид ужасный, с экраном накосячили с LG, ну то есть все очень плохо. Но когда я смотрю на фотографию Google Pixel 3 XL, у меня просто шок. И ведь понимаете, в чем самое главное, почему у меня так подгорает? Потому что я действительно жду этот смартфон, потому что, как я уже сказал, на этом рынке выходит не так много реально ожидаемых устройств, лично с моей колокольни, устройств, за которые я готов заплатить собственные деньги, просто взять и купить себе смартфон в реальное пользование. И ты сидишь, ждешь целый год, когда выйдет новинка, год ждешь. И они показывают вот такой вот слив, и ты понимаешь, что, а что я вообще ждал? Чего я ждал? Это вот и самое страшное, и самое обидное. В любом случае придется покупать, чтобы делать обзор, делать какой-то вердикт. То есть ты тратишь время, ты тратишь финансовые средства, а в итоге получаешь то, чем ты навряд ли будешь доволен, в принципе. Оно некрасивое. И ведь, ну многие могут сказать, типа, да какая разница, какой там дизайн, главное, что смартфон будет хороший. Да нет, дизайн это очень многое, оно очень многое влияет. Мы выбираем смартфон тоже по дизайну. Человек приходит в магазин, и первое, что ему бросается в глаза, это внешний вид устройства. И тут вопрос даже не в том, что здесь есть монобровь в этом Google Pixel 3 XL, а в том, насколько она уродская. Как можно было, где логика? Где логика? Монобровь делается для того, чтобы сделать смартфон максимально безрамочным, но чтобы хоть какое-то место осталось под датчики. У этого смартфона полный диссонанс. У него и толстая бровь, и ужасная монобровь, и... А, я не понимаю, как вообще можно было такое сделать. Как можно иметь столько денег в наличии и просто плюнуть в сторону дизайна. Просто, я не знаю, кому компания Google отдает на откуп разработку дизайна смартфонов. Что самое интересное, когда выходил Google Pixel первого поколения, у них даже выходили отдельные статьи и гайдлайны о том, как они создавали дизайн этих смартфонов. То есть, там реально целая история, какое-то философское объяснение, почему вот такие цвета, почему был голубой цвет корпуса, почему было принято решение сделать стеклянную вот эту вот рамочку, что у них там есть определенные какие-то свои обозначения. Ну, то есть, шли более-менее логическим и понятным путем, который можно было обосновать. И потом все скатилось. Ну, в принципе, нет ничего удивительного. Это компания, которая сначала гнобит компанию Apple за то, что там нет разъемов под наушники, а в следующем году сама от него отказывается. Что ждать еще от такого устройства? Ну, как бы вот так. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу вот этого дизайна. И реально самое, что смешное, смотришь на все эти устройства и понимаешь, что, пожалуй, я подожду, если Android смартфон попользуюсь еще год каким-нибудь Samsung, у которого нет вот этой челки, который по-человечески выглядит. Ну, я не понимаю, как такое может быть. И мобильный рынок – это индустрия, в которой крутятся просто колоссальные финансовые средства. Колоссальные финансовые средства. И не побеспокоиться от такой вещи, как дизайн – это просто какая-то дичь. Это просто какая-то дичь. Это такое ощущение, что смотришь на автомобильный рынок и на дизайн какого-то самого дешманского автомобиля. Там ты понимаешь, что у людей не хватило финансов, чтобы раскошелиться на хорошего дизайнера. Но компания Google – это компания, которая могла сделать вообще самый красивый смартфон на рынке, самый красивый, потому что для этого есть все средства. И есть такое ощущение, что это делается специально. Знаете, мол, сделаем страшный смартфон – все уж покупают. Зато потом будет зазор на будущее, когда сделаем красивый, тем более купят. Я не знаю, у меня других объяснений нет, что это такое. Напишите вы в комментариях, как вы вообще к этому всему относитесь. Потому что я уверен, что среди моих подписчиков есть люди, которые реально ждут Google Pixel 3 XL. Есть еще надежда на то, что появится Google Pixel 3 обычный, который будет повторять частичный дизайн Google Pixel 2 XL. Он будет без моноброви, с широкоформатным экраном. Возможно, это будет выход. Но флагманская модель с таким внешним видом – это просто стыд. Вот так вот. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok